В следующую беседу заявлена тема электронные лейблы. Сегодня здесь с нами присутствует Кирилл Джем, основатель Effective Records, Попов Александр, лейбл Interplay, основатель, да, тоже? Все основатели. И Макс Габриел, The Grape Records. Ну, заявленные организаторами программы вопросы, это такие насущные вопросы, зачем в 2017 году выпускать композиции на лейбле. Это вообще, в принципе. Что может дать релиз на лейбле? Все-таки 2017 год. Вот вы тут представители рекорд-компаний, в некотором смысле даже такие динозавры, мне кажется. Сейчас все самостоятельно релизят музыку, есть возможность делать все своими руками, продвигать себя самостоятельно. Как обстоят дела с лейблами, издательской работой? Зачем это нужно вообще артистам? Всем привет, я тогда начну. Самое важное для артиста, это как раз то, что сказал Юра, это релиз. Потому что ваши доходы, они связаны исключительно с вашим творчеством. Мы как рекорд-компания, бизнес которой, это реализация, ну, а в частности для артистов, это монетизация ваших работ, то есть то, что вы создаете, музыка, слова, неважно, там, какое-то другое искусство, имеется в виду связанное с записью. И все начинается с этой песни, той самой, которую вы приносите в рекорд-лейбл. И рекорд-лейбл, который заключает с вами договор, фактически становится вашим агентом, который должен создать доход, изгенерить доход. Вот это, наверное, базисная вещь, которую вот Юра сказал. Если у вас нету песни, которая будет действительно отличаться от другой, или там музыки, или приема в музыке, каких-то инструментов, которые вы сами, да, создаете, что есть ребята, которые создают сами свои звуки, придумывают какие-то творческие решения. Вот если этого нету, то рекорд-компания, какая бы она ни была, это, ну, это, как бы, задать вектор разговору, какая бы ни была, инди или мейджор-лейбл-компания, или это компания, не знаю, там, которая продает классическую музыку, но имеет сильные позиции на продажных витринах, она не сможет помочь. Поэтому, мне кажется, самая крутая фраза будет, что все начинается с того самого трека. Вот. И насколько, ну, я передам сейчас Саше микрофон, насколько крутая ваша музыка, настолько будет и лейбл хорошо работать. История знает, конечно, много исключений, но в целом, скажу, как человек, который еще 4 года назад у нас не было ничего, ни песен, ни прав, не было рекорд-компаний, которая сейчас в России, там, третья по радиодоле. Если бы не было вот этих самых песен, то никакие, там, вложения или никакие связи не помогли бы. То есть все, рекорд-компания базируется в данном материале, и мы все каждый день, там, все рекорд-компании, мы ищем те самые треки, которые появляются, а появляются они абсолютно без, не запланированы. Это может, крутой трек может появиться у человека, который просто из банка, из купленного, мы все знаем, что там банки такие, да, из банка собрал два трека, там, две дорожки, и получился хит. У нас сейчас одна из песен, которая в России взрывает радиочарты, москвичи «Таймбомб» и песня «Лакансион», это сэмпл голосовой из банка. Ребята фактически рванули чарты в России, и сейчас мы их двигаем на зарубеж, абсолютно не покупая ни у кого вокала. Они взяли royalty-free вокал, и, в принципе, они сделали правильное обрамление. Поэтому, Саша, скажи, насколько важно выпускать песни современности. Да, я так понимаю, основной у Юры вопрос все-таки был в том, что, а нужны ли лейблы, правильно? Вообще-то, 21 век, столько платформ, столько площадок. По моему мнению, по-прежнему все-таки лейблы являются ключевым инструментом для передачи музыки от артисток и аудиторий. Потому как, если мы говорим о более-менее значимых independent лейблах или тем более менеджерах, это акулы бизнеса, которые уже многие годы занимаются как раз этой работой по донесению музыки от артиста к людям. Они имеют все актуальные инструменты четкие для того, чтобы конкретный трек донести конкретной аудитории. Они занимаются позиционированием, занимаются дистрибьюцией. В общем, делают так, чтобы из неизвестной песни стало известно. И, наверное, в скором времени начнет смещаться в целом вообще тренд в индустрии от работы чисто с лейблами к каким-то платформам, которые будут давать возможность напрямую артистам взаимодействовать с своей аудиторией. Уже сейчас есть такие примеры. Но по-прежнему я все-таки верю в то, что компании и команды сильные. Они могут работать значительно эффективнее, чем какие бы то ни были платформы. Вот вкратце так. Все сказали, ребята? Дополняется? Нет? Смысл? Следующий вопрос. Команда классная. Вы, как представители лейблов, в общем-то, ничего другого не могли сказать, да? Как подтвердить свою необходимость для любого артистника? Все, такой тебе! Вот. Вопрос вот... Хорошо, у меня шпаргалка. Следующий вопрос. Подводные камни при подписании контракта. С точки зрения лейбла и какие подводные камни? Как вас может обмануть артист? Мы вряд ли услышим от вас, какие вы имеете подводные камни. Какие вы имеете подводные камни для артиста, пользуясь их, ну, скажем так, неполной осведомленностью и фокусировкой на творческих процессах. И обычно артисты подписывают договора, если они больше, чем на одной странице, подписывают только последнюю страницу, первую, в общем-то, сверяют, его ли имя вписано, и да. Не больше, по диагонали читают. Вот. Есть ли какие-то особенности, да, есть ли какие-то прецеденты, когда лейбл, проведя изыскательную работу, найдя этого, артиста, найдя этот трек, начав эту работу по продвижению, да, оказывается в ситуации, что приходит там более крупная компания, говорит, знаете, ребят, там, что-то, не знаю, что вы подписали, мы подписали это несколько раньше или по-другому, и вообще на самом деле это наш трек. Бывают же, наверное, такие случаи? Или какие-то другие подводные контракты? Давай я начну, да? Ну вот в первую очередь, я даже к примеру приведу лейблы, с которыми я лично сталкивался. Ну, первое, когда контракт посылает лейбл, его нужно в первую очередь, ну, как бы, если английский, ну, если это английский, да, контракт, то в первую очередь, как бы перевести, посмотреть условия те, которые идут. Бывают какие условия? Бывают условия, вот, например, у CERAP, да, это лейблы DX, или TUDACH, у них идет, например, эксклюзивные права, ты вызываешь сингл, к примеру, да, и у них там маленькими буквами написано, к примеру, что ты должен еще три релиза как минимум издать у них, ты не имеешь права издать, ну, на других лейблах. Если ты нарушаешь эти правила, то могут подать там в судейство и так далее. У TUDACH RECORDS, у MARSEL LUTZE тоже самое, такая же тема есть, то есть, ну, вот, из таких я встречал именно вот в плане того, что с маленькими буквами написано, у ZIMAK такая же тема, по-моему, да, ты же когда слышали? Ну, я скажу. Вот. Ну, давай, если ты больше знаешь, ну, таких я не видел, чтобы там квартиру передавая там или... Ну, а на самом деле очень интересный вопрос. Действительно, не только артист страдает от возможных подводных камней. Я скажу, ты отвечу сначала про лейбл, да, потом уже, как раз, кстати, правильная логистика микрофона, а Саша потом скажет, как бывает. Да, как бывает у артиста. Значит, история в чем? Лейбл больше всего не защищен, когда артист не обладает правами, на которых он заявляет права. То есть, например, артист взял какой-нибудь сэмпл, не сказал об этом рекорд компании, компания подписала эту песню, думая, что это он, автор этого всего произведения, и после этого заработала много денег, и к ней действительно пришла какая-то компания, которая до этого выпускала эту песню, или имела права, и говорит о том, что, ребят, ну как-то вот тот парень тиснул у нас часть произведения, и давайте как бы вы платите, вы же ведь все-таки монетизировали это, все эти вещи, и возникают, действительно, большие судебные конфликты. Таких историй много. Но обычный артист несет ответственность в договорах. Но артист несет ответственность перед нами, а мы монетизируем. Да, мы юридически несем ответственность перед другими. Поэтому цепочка возникнет. Это реаграция. И цепочка такая, например, пример хороший, есть мировой хит Эдвард Майя, песня «Стерео лав». Вы все ее знаете, с гармошкой такая, большая песня. Так вот, компания румынская подписала у одного известного азербайджанского аккордеониста эту песню. Точнее, даже не так. Я немножко ошибся. Компания румынская подписала у артиста Эдварда Майя эту песню. И Эдвард Майя заявил, что это его гармошка, его мелодия. Песня стала мировым хитом, заработала много-много миллионов долларов. А потом появился азербайджанский аккордеонист, который сказал, что у меня никогда никто не покупал права на эту песню, и я хочу свои права как бы монетизировать. Так вот, деньги с этого трека все, которые заработал ультра, им пришлось отдать. Азербайджанскому аккордеонисту. Это реальная история, это кейс огромный. Вот, когда лейбл подписывает какую-то песню, любую, мы стараемся в договор, как правило, включить, что мы не несем ответственность никакую материальную за то, что нам принес вот этот вот замечательный автор. Потому что, если он вдруг что-то своровал, мы его будем судить. Нас будут судить, и мы будем судить его. Будет такая цепочка, и это, конечно, никому не нужно, но такие случаи до сих пор бывают. И они бывают, причем очень часто. Я даже хотел сказать, не помню точно, как звучит на английском языке, пословица английская шоу-бизнеса есть. Она в переводе, значит, переводится следующим образом. Там, где хит, там и судебный иск. То есть, это практически там с 90% вероятностью происходит. Любая композиция, которая генерирует большой доход, сразу является целью, объектом для работы юристов, каких-то аккордеонистов. Видишь, он, наверное, же не один приехал с аккордеоном, да, с друзьями. Ну, естественно, да, он нанял юриста, потому что там уже не было. И это, наверное, самый такой яркий пример того, от чего не застрахован лейбл и из-за чего возникают проблемы. А как раз со стороны артиста, ну, как бы сейчас Саша скажет, какие есть кейсы, какие есть опасности. Но со стороны артиста очень важно при подписании любых договоров как можно больше консультироваться с теми, кто, или если у вас нет юриста, но хотя бы здравой логики человек, потому что мы все знаем пример Мартина Гаррикса и Спиннин Рекордс, когда Гаррикс, будучи молодым парнем, он, и мне совершеннолетним, он подписал договор со Спиннин Рекордс, причем абсолютно нормальный договор по меркам голландским, где он передает на всю, на весь срок действия прав в своей песне, ну, в рамках договора там Animals и еще так далее. И вместо него подписан там был его отец, который является совершеннолетним. И когда они поняли, что Спиннин Рекордс не отдаст нам права назад, по этому действующему договору, вполне здравому, они решили судиться и проиграли. Потому что, да, Спиннин Рекордс по договору забрали все права на всю жизнь, но подписывал этот договор отец в здравом уме, и это был человек, который дееспособный, поэтому они проиграли. Сколько бы денег ни было у Мартина Гаррикса, он не может выиграть суд у компании, которая оформила договор корректно. Поэтому, если вы артист, а мы рекорд-компания, то давайте понимать, что мы, когда заключаем договор, это серьезная штука, это не просто писанина для того, чтобы выпустить трек на битборд, это создание там, ну, да, поля. Саша, расскажи про твою сделку с Армадой. На самом деле, на мой взгляд, я просто как владелец маленького саб-лейбла в рамках Армады еще являюсь артистом, все-таки я больше в первую очередь артист, а Кирилл как раз больше рекорд-компания. На мой взгляд, рисков у артиста значительно больше, чем у рекорд-лейбла. По сути, у лейбла, наверное, существует два только больших риска. Первый риск, когда произошло как с гармошкой из Азербайджана и было просто некорректно использовано, частично, произведение переработано. И второй момент, когда так бывает, что лейбл, увидев в каком-то артисте перспективу, инвестирует в него, а артист не оправдывает ожиданий, не дает нужного материала и получать инвестиции, они превращаются в убытки. В принципе, два момента. Согласен? Согласен. Вот. У артистов, конечно, намного больше всяких нюансов, потому что лейблы, большинство, это такие уже акулы бизнеса, которые хорошо понимают и представляют, что сделать с музыкальным материалом, что сделать с артистом. Они сразу видят, в принципе, достаточно хорошо, какая перспектива у того или иного произведения и у того или иного артиста, исходя из его истории, дискографии. И первого-наперво, конечно, как сказал Кирилл, самое главное, это читать контракты, изучать в деталях все моменты. Нюансов может быть огромное количество и, наверное, даже Кирилл, опять же, может больше, если он решит об этом поделиться, рассказать, какие могут быть тонкости по тому, как лейбл хватает артиста со всех сторон и не дает возможности ему двигаться с одной рекорд-компанией на другую, потому как любые крупные компании, они, конечно, в первую очередь заинтересованы в том, чтобы, если артист для них интересен, он оставался как можно дольше в рамках этой рекорд-компании. Собственно, со мной случилась похожая ситуация в 2012 году, когда я подписал крупную эксклюзивную сделку с лейблом Armada Music. Это один из крупнейших игроков на европейском рынке. Это, на мой взгляд, самый сильный рекорд-лейбл в транс-музыке. Я по сей день считаю, что это было правильное решение, потому что они лидеры рынка, они хорошо растут, развиваются. Но, тем не менее, когда уже спустя какое-то время мы с Кириллом подняли, так как он является моим менеджером, этот контракт, мы поняли, что условия достаточно кабальные, у меня нет возможности издавать музыку на других лейблах, что я, собственно, и до этого знал и понимал. Но, скажем, когда у нас возникает желание сделать что-то шире, чем очередной транс-релиз, мы начинаем обсуждать условия сделки по, например, инвестициям в вокальные какие-то коммерческие партии, здесь уже не всегда мы находим понимание. И, собственно, лейбл вполне резонно имеет право нам указать на договор. «Ребят, вы сами подписали», несите ответственность за те обязательства, которые вы на себя взяли. Собственно, крайне важно оценивать перспективы своей карьеры на момент подписания, тем более вот такой большой сделки, когда лейбл вам предлагает эксклюзивную сделку не просто на сингл, а, как у меня было, сделку на альбом с опцией еще дополнительно нескольких альбомов. «Артист Дилл» это называется, правильно? С опциями, на сингл. Обычно сейчас лейблы предлагают даже на синглами, на синглы с дополнительными опциями, контрактами, и артист, чаще всего, выпуская один сингл, дальше продолжает какую-то историю. Тебе удалось регулировать эту ситуацию? Ты как-то вышел из этого положения? Или ты так и являешься артистом «Армада»? Я являюсь артистом лейбла «Армада», и в целом себя чувствую достаточно комфортно, потому как я все-таки транс артист в первую очередь, но так или иначе мы находим точки сприкосновения по всем прочим проектам, и, конечно, человеческие отношения, мне кажется, это один из важных аспектов, то есть любые документы это основа, но когда нету коммуникации нормальной, человеческой, то с вами никто и разговаривать не будет. Допустим, у меня была ситуация полтора года назад, что пришел новый «Андерменеджер» на «Армаду», и несмотря на то, что я уже на протяжении долгого времени там издаюсь и хорошо, да, хорошо, в общем, со всеми ребятами общаюсь, мы почувствовали, что как-то замедлился процесс работы, там нам вместо одного-двух дней могут отвечать целую неделю, соответственно, мы поехали и высказали, что нам не нравятся такие условия работы, и быстро все это было регулировано. Самое важное, из этой конференции нужно выносить какие-то уроки, какие-то там лайфхаки, если вы артист, у вас есть музыка, не выменивайте свое творчество на бренд лейбла, лейбл может быть любой, главное, чтобы этот лейбл действительно интересовался вами, и у вас было с лейблом общение доверительное, то есть многие артисты молодые, которые делают музыку в России, мы видим эти ошибки, и в куварах сегодня это обсуждали, есть, так скажем, товарищи, которые с ума сходят по конкретным брендам, типа Армада или Спиннин, и многие люди готовы в кабалу пойти, лишь бы вот, вот быть на этом лейбле, вот я выпущусь там, не надо этого делать, почему, потому что если вы достаточно крутой продюсер, вы талантливый продюсер, лейблы выстроятся сами в ряд, чтобы предложить вам что-то лучшее, и вы уже, вы или ваш менеджер, или там, кто там, может за вас решение принимать, например, папа, мама, брат, вы выберете, как вам комфортнее, но никак, ни в коем случае не отдавайте песни, которые вы делаете вот там, своими руками, не спите ночами, просто так, то есть, отдавайте тогда, когда у вас, вот внутри вас, там, в животе, четкое спокойствие того, что да, эти ребята знают, что сделать с этой песней, или, если у вас действительно предложение, которое не вызывает каких-то там сомнений, поэтому, вот то, что Саша сказал, совершенно верно, есть ужасные, как бы, прецеденты, когда артист подписывает договор в погоне за брендом, а потом он не может выйти из сделки, никогда, и таких, такие примеры, к сожалению, есть, но то и мы с ними сталкиваемся, вот. Можно добавить подводные камни? Я вот как раз про подводные камни именно артиста клэбл, я тут тоже свой лэбл открыл, и есть такая проблема в том, что артисты по своему незнанию, юридички, вот, незнанию, они не подписывают элементарных бумаг на студии, тот, кто им мастерит, тот, кто им делает ремикс, там, кто угодно, кто даже вокал пишет, с ним нужно со всеми договор подряда делать, иначе потом могут прийти к лэблу и сказать, а где мои права, там, технические, аранжировщики, и тому подобное, и лэбл попадает на это, довольно-таки, вот на западе, так это вообще как бы очень жестко, и поэтому там такая кипа бумаг только на один трек, потому что там каждый где-то что-то сделал, и нужно у каждого договор подряд вот это взять, поэтому точно так же вот нужно, чтобы народ знал, что нужно везде каждую бумажку забирать, как договор подряд, иначе они будут претендовать на процент. Совершенно верно, если вы делаете трек с вокалистом, вы должны четко фиксировать с вокалистом условия, то есть, сколько процентов вокалисту, что он писал, что он не писал, если у вас двое в треке, например, там, коллаборация одного диджей и другого, нужно точно понимать, есть ли имейл, в котором вы зафиксировали, там, как вы делите права, как написано, как будет указано имя, какое первое, какое второе, потому что на, действительно, это очень правильно, на берегу, когда вы на студии жахнули, там, пивка и сделали песню, да, хит, и вы, как бы, вы братаны, а потом, когда вы написали, эту песню она взорвала, вы начинаете уже там толкаться вокруг трека, поэтому это очень, да, это важно, это правильное замечание, если вы собираетесь сделать музыку серьезно, везде прям записывайте все ходы, имейлы, договоры, эти все договоры есть в интернете, на самом деле, договор между диджейом и вокалистом на запись, на создание вокала есть в интернете, это не надо юристов для этого искать, все шаблоны, да и нет, на самом деле, если вы человек, который делает музыку самостоятельно, всегда в интернете можно найти шаблон договора, это не проблема, главное, чтобы эти бумажки вообще были, вот. Хорошо, ну, про работу лейбла хочу спросить, вы, наверное, имеете какой-то релизный план или какие-то релизные мощности, скажем так, да, как много музыки может издавать лейбл современный, там, в месяц, в полгода, в год и каким образом происходит отбор, я полагаю, я полагаю, что у вашей компании, да, достаточно там на виду, они свою квалификацию успехом артистов подтвердили уже, да, и наверняка вы получаете огромное количество демозаписей, вот, и даже, наверное, при каком-то желании выпустить, да, должны планировать этот выпуск, извини, но не раньше апреля месяца мы можем это сделать, как эта работа происходит, как много записей, как, есть ли у вас какой-то там фильтр, да, что вы не больше там 15 треков в квартал можете выпустить или отобрать, ну, вот про это. Ну, я скажу, как компания, наверное, да, из нас всех троих здесь, мы, да, у нас day-to-day бизнес, он достаточно, ну, широкого поля, действительно, большой оборот, большое количество треков, у нас есть, абсолютно верно, у нас есть четкий план, сколько мы выпускаем вместе, сколько мы выпускаем в неделю, для чего это сделано, это сделано для того, чтобы мы, выпуская эти релизы, выпуская эти песни, выпуская эти альбомы, не только их выпускали на платформы типа iTunes, Google Play, Spotify, это-то как раз можно выпускать бесконечно, если у вас будет 100 треков в день, вы можете выпустить там 100 треков в день, отгрузив их на платформу, и она на следующий день появится, в этом ракетной науки нету, проблема в том, что ваш релиз должен попасть на витрины, на правильные места в iTunes, в Spotify, правильные места в плейлисте, там, в Яндексе, чтобы у вас правильные плейлисты добавляли, вот чтобы это все обработать, есть выверенная каждым лейблом метода, сколько треков вы можете хорошо спромоутировать в неделю, например, компания Effective Records делает порядка 10 релизов в неделю, у нас есть 5 релизов от компании Spinning Records, которые приходят к нам, которые мы доставляем, и у нас порядка 5 треков, которые мы подписываем самостоятельно, больше, чем 10 треков в неделю мы никогда не релизим, потому что мы знаем, что мы какой-то забудем, где-нибудь неправильно отгрузим, кто-нибудь там, что-нибудь допустит, какую-то ошибку, или кто-то не заметит наш трек, поэтому, например, это наша практика, есть лейблы, которые, например, я скажу, у Армады есть другой подлейбл, называется Showland, это вместе с артистами Spinning Records. Этот лейбл релизит один релиз в неделю, чтобы его отработать, чтобы получить на него как можно больше внимания на всех цифровых платформах. У Саши есть лейбл Interplay вместе с Армадой, Саш, поделись. Твои практики. Ну, у нас на практике также примерно происходит раз в неделю, и за нас, конечно, основную всю работу делает компания Армада Music саблэйблом, которым мой лейбл и является. То есть, по сути, механически всю работу выполняет именно команда Армада, они отрисовывают артворк, мем-релиза, выгрузкой на все платформы, рассылкой по диджеям, и на отдельные релизы я могу какие-то еще свои дополнительные ресурсы привлекать, потому что часть музыки я издаю на лейбле Армайд, это лейбл Армена, часть музыки выходит на моем собственном Interplay лейбле. Естественно, я стараюсь применить максимально все инструменты дополнительные, которые у меня есть, разослать по топовым артистам и так далее. Тут каждый лейбл определяет для себя стратегию сам, для танцевальной музыки, для лейбла, скажем, в сегменте транс, наверное, достаточно одного, максимум двух релизов в неделю, если их больше, то, соответственно, уже здесь получается перенасыщение рынка, часть треков с лейбла просто не попадет в плейлисты, потому что у диджеев есть там, скажем, 10-15 имен топовых на той же самой транс-сцене, которая сверстает еженедельно радиошоу, и если ты прислал пять треков со своего лейбла в неделю, то из них, дай бог, два попадет. Физически больше не может попасть, то есть это надо понимать, и поэтому, исходя из конъюнктуры конкретно той сцены, на которой ты работаешь, нужно и сформировать свой релизный план. Вот я для себя понял, что больше чем там 4-5 треков соответственно там по треку в неделю выпускать мы не можем и не будем. А что касается приоритетов, обычно всегда, конечно, делают любой лейбл ставки на уже более известных артистов, у которых есть своя фан-база, которые автоматически получат определенное количество внимания, суппортов со стороны аудитории или диджокея. Ну, либо это какие-то супер яркие хиты, в которые лейбл поверит, и тогда он может подвинуть релизную сетку и пустить вперед для того, чтобы привлечь внимание. У нас поменьше идет, у нас 2-3 релиза в месяц идет, и сейчас будет рестарт в плане того, что полностью будет акцент взят именно не на треке, который играет, допустим, в радио-шоу, да, артисты, а будет взят ну, на примере того же Кирилла именно хитовая часть, и вот сейчас подписали работу, в ближайшее время выйдет, вот я сразу почувствовал, что, ну, реально хитовая тема, во-первых, играя в клубах, да, как бы, люди шизамят и просто подходят, но, и плюс, ну, как и у Кирилла, наверное, есть чулька на хитовую часть, вот, соответственно, меньше, почему, потому, что, больше акцент идет на стратегию, на составление промо-плана, это рассылка по радио, по диджеям, каналы, YouTube, они тоже сейчас многие, значит, ну, вот, различные, с галочкой, так называемые, популярные, по стилистике и так далее, плюс, СМИ, это, там, не знаю, тысяча один трек-лист, к примеру, за небольшую, ну, как, короче, за определенную плату, они делают рецензию на трек, соответственно, плюс, можно баннеры всякие различные покупать. Дальше, что еще у нас идет, ну, и, соответственно, по баннерам, точнее, не по баннерам, а договоры с iTunes, с Bitport, ну, на Spotify мы, например, не вышли, потому что там тоже можно сейчас, если есть какие-то знакомства прямые, можно попадать в плейлист именно от самого Spotify. Ну, у Кирилла, наверное, есть, да? Есть уже, да, Стив? Кирилл, все есть. Ну, а соотношение количества получаемого демо, да, в адрес выявла. Нет, вот у Кирилла понятно, больше, потому что и, соответственно, он, помимо эффектив, и врау, как я выяснил сегодня, является, да? Член, да. Самое, что ни на есть, да, знаете, в анекдоте есть такой, вы член этого общества? Он говорит, нет, я его голова. Вот, нет, врау, действительно, мы имеем отношение к рау, российскому авторскому обществу, как рекорд-компании, мы аффилированы к организации, чему очень рады. Вот, по поводу конверсии, конверсия, если Юра это имел в виду, то конверсия в выпущенные треки, ну, крайне маленькая, то есть, приведу пример, когда мы делали конкурс вместе с Alpha Future People, про который мои коллеги говорили днем, то нам прислали порядка ста треков, из которых мы реально выпустили один. Это неплохой показатель, нет? Нет, это хит, это стало реально хитом. Это про таймбомб, Да, это конкретно ребята таймбомб, они реально рванули, они реально заработают много денег, и вот мы не нашли для себя ничего, но и приблизительно такой, наверное, процент треков и приходит, то есть, приходит очень много музыки, и, к сожалению, я как, опять у нас тут разговор про жизнь, будущая там, как кухню рекорд лейбов, к сожалению, присылают очень много однотипной музыки, которую почему-то авторы нам присылают не как бы с позиции, что я сделал что-то законченное, что-то очень крутое, и не хотели бы вы реально со мной поработать по этому продукту, как правило, присылают с пометкой зацените и скажите, что как мне сделать еще круче этот трек, мы не даем таких рецензий, потому что мы сами не музыканты, был бы я музыкантом, я бы сам писал песни, выпускал бы их, был бы диджеем, ездил бы на гастроли, я это не умею делать, поэтому я не буду, ну, это важно, это психология любой рекорд-компании, мы не будем отвечать на e-mail, ни Spinning, ни Armada, ни Effective, ни Sony, ни Warner, не буду это делать, потому что наша задача офигеть от этого трека и сразу же его купить, вот цель, и если вы, кто-то из музыкальных продюсеров присылает трек, он должен быть максимально законченный, и вы должны знать, что если мы послушали, например, от Александра Попова трек, и он нам не понравился, то в голове психологически у нас уже есть галочка, что следующий трек тоже будет не очень, поэтому лучше, ребята, если вы делаете трек, он должен быть такой, чтобы кидал на лопатке рекорд-компании, иначе просто смысл выпускать однотипную музыку, у которого нет потенциала, не будет, не будет у рекорд-компании после этого заработков, не будет этих рекорд-компаний, рекорд-компаниям нечего будет платить сотрудник, поэтому мы все в одной лодке, и рекорд-компания это некое зеркало индустрии, насколько много талантливых ребят, настолько много у лейблов крутых релизов, и вы можете сами просто проанализировать жизнедеятельность ваших любимых рекорд-компаний, и эта жизнедеятельность будет напрямую связана с количеством суперзвезд, которые появились в определенном. Так, ну, я вынужден нагонять тайминг наших панелей, если есть вопросы какие-то в зале, быстренько, у вас возможность такая все еще есть. Сколько всего у тебя релизов? Треков я имею в вашем деле. Прямо вот по количеству я сейчас не скажу очень много. Я же не могу так посчитать, они добавляются каждый день. Ну, просто в день, ты спал в неделю 10 треков. На прошлом неделе мы открутили 21 трек, и пол с половиной мы фактически не работаем. Ну, то есть так, как бы, не будет, да, количество. Очень много. Больше 500, например, за год. Есть какой-то расчет, фактически, знаешь, как у венчурных инвесторов, да, то есть, как вы выпустили 9 провальных, один выстрелил. Вот у вас какой-то коэффициент есть? Какой трек из скольки быстрее? Прямо реально так, чтобы купить все трудообложения? Ну, у нас такого нету, но я могу сказать так, мы готовы... Если взять только вот эффектив, как бы, двое? Мы готовы терять, наверное, на 60% треков, потому что остальные 40% нам приносят действительно большое. Помогают покрыть как раз вот это. А у вас русский контент есть? Русский контент? У нас за всю историю есть только один русский. У нас есть один русский проект, который мы выпускали пока. Это проект называется Вова Селиванов из сериала «Реальные пацаны». Это наш кореш, и мы, когда как бы приняли решение его выпустить, мы на сэмпле руководствовались только тем, что это будет по приколу. И реально мы выпустили его песню, песня реально смешная, называется «Велосипед», и она играла на Like.fm и на Dfm, людям понравилось. Но мы это выпускали реально по фану. И мы все довольны, но, конечно, русскоязычная музыка для нас это такая, скажем, исключение из правил. Но мы 99% это модная танцевальная музыка, ну, по крайней мере, какой мы ее видишь. Это от русских продюсеров? Да, да, Саша правильно сказал, от русских продюсеров. Наша задача генерить русскоязычный контент. И если посмотреть, у нас очень много ребят русских, которые выпускаются. А если помочь, если можешь сказать, то в России какие у вас лучшие места, откуда вы монетизируете? Ну, номер один, это радиоротация, конечно же. Потому что мы... Радиоротация, ратитизация? Ну, монетизация. Нет, но если мы берем трек и мы говорим о том, что сколько он заработал, например, песня, то большинство денег будет с прокрутки на радио. Европа Плюс данная. Ну, Европа Плюс больше всего... Да, Европа Плюс самая богатая станция самого богатого холдинга, поэтому их отчисление в котел падает больше всего. Номер один, это радиоотчисление, номер два, это стриминг, это Apple Music и ВКонтакте, которые мы успешно монетизируем. И мы принадлежим... В Effective Records есть доля холдинга, которая называется United Music Group, в который входит ПМИ, Союз и так далее. И мы были первым холдингом, который заключил действительно правильный прямой договор с ВК из русских компаний. Поэтому мы монетизируем, поэтому если у вас вдруг будут песни, которые будут ротироваться, а мы будем это выпускать, то, конечно, деньги будут еще и в ВКонтакте. И дальше идет уже iTunes. И самая последняя будет позиция, это разовые сделки с так называемой синхронизацией, это продажа в сериалы или какие-нибудь шоу типа танцы. Вот мы, например, с танцами хорошо работаем, у нас нет-нет, да раз в два месяца какой-нибудь большой трек. И причем очень часто у нас в сериалах или в этих шоу на ТНТ треки туда попадают не новые, а старые. И вот... Как Яндекс.Музыка? Яндекс.Музыка не так круто, как... Не так круто, как Apple Music, не так круто, как ВКонтакте, но Яндекс тоже хорошо для нас. У нас там хороший плейлист, просто мы, наверное, одни из первых, кто из рекорд-компании начали с ними работать по плейлистам. У нас свои брендированные там листы, мы делаем компиляции на Новый год, мы делаем лучшие треки эффективы и так далее. И все равно они не идут, да, вверх? Ну, просто... Сейчас многие артисты, они как бы говорят, что Яндекс.Музыка ну, прям вот вообще чуть не первым. Надо смотреть по артистам. Я уверен, что если это какой-нибудь Баста, то, наверное, или Полина Гагарина, наверное, да. Ну, Яндексе, наверное, у них шире аудитория, привязана к Яндексу. Наша аудитория там... Ну, только не забывайте, мы все в очень рискованном жанре, мы в танцевальной музыке. Ее пока в России считают развивающимся жанром. И наши пользователи, это пользователи модных гаджетов. Наши пользователи, это модные ребята, ездящие на фестивале, ездящие, знающие, что такое там модели кроссовок, там, Nike и Adidas. Они разбираются, они живут модой, они живут определенными, определенной культурой потребления. И для них ближе Apple Music, он круче, он интереснее. Для них ближе там ВКонтакте какие-нибудь плейлисты там посмотреть, потому что это новинки и это быстро. Нежели там Яндекс, где ты читаешь новости, следишь за курсом и погодой. Ну что, спасибо большое. Всем спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И тебе тут не филеры.